Вести Карачаева, Черкесия В Пятигорске состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки и главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта, в частности, в ход реализации национальных проектов на территории региона. Рашид Тимрезов рассказал полпреду об инвестиционных планах на этот год, подразумевающих создание в республике новых рабочих мест и выпуск конкурентноспособной продукции. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Домбая. Поэтому Домбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В Минцифре Карачаево-Черкесии провели совещание совместно с Центром управления регионом. Обсуждены результаты внедрения платформы обратной связи в Карачаево-Черкесской республике и другие вопросы. В рамках встречи были также подведены итоги работы Министерства цифрового развития. Отмечено, что уже переведены в электронный формат 79 услуг. Работа в этом направлении будет продолжена, отметили в Министерстве цифрового развития. В Нальчике завершился Всероссийский фестиваль радио, ТВ и печатных средств массовой информации «Моя провинция». В нем участвовали журналисты из разных регионов страны. Проект «Кунацкая» республиканских газет «Абазашта», «День республики», «Арачай», «Нуайдавысы» и «Черкесхэку» отмечен дипломом второй степени в номинации «Делимся опытом». Диплом и памятный знак фестиваля делегации из Карачаева Черкесии вручили члены жюри, знаменитые дикторы центрального телевидения Евгений Кочергин и Алла Данько. За несколько дней гости фестиваля успели послушать выступления медиа-экспертов, поучаствовать в мастер-классах, обменяться опытом, ознакомиться с достопримечательностями региона и составить свое мнение о Кавказе. Световая иллюминация Водной зоне уже организована весной этого года. Не первый год в Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и во всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. Комментирует информацию заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску Мурат Муков. В настоящее время на территории города Черкеска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений, сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств, произошедшего установлению лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. С 9 по 15 августа высокогорный северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов северокавказского и южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания – грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства, рассказывает министр культуры региона Зурапа Гербов. «Будет включать в себя четыре специальности. Это работа со звуком, звукорежиссура, создание музыки. Это работа с фото и видео, то есть направление медиа, направление кино. Также у нас будет направление дизайна, где мы будем разрабатывать различные элементы прикладного дизайна, как, например, веб-дизайн или дизайн среды. И четвертое направление – это непосредственно создание электронной музыки. Мы буквально за несколько месяцев будем учить ребят, как современными инструментами уже создавать свои первые треки, записывать их и загружать онлайн, чтобы они уже приносили деньги, так как сегодня монетизируется большинство артистов на Земле. Важно это потому, что сейчас Российская Федерация, Министерство культуры, поворачивает развитие творческих специальностей в практическую плоскость. То есть мы учимся, как, по примеру, западных или восточных стран, где шоу-бизнес, где технологии развиты очень сильно. И действительно, артист, музыкант – это человек, который зарабатывает своим талантом, зарабатывает своим искусством. Мы сейчас идем по этому пути и учим детей с ранних лет. Карачаево-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААВ начнет работу круглогодичный Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В Центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники будут познавать основы военной службы. Об этом рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе. Также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества. Также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе. И целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаево-Черкесии Рашидом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаево-Черкесской республики, 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаево-Черкесской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. 22 июля торгово-промышленная палата региона приглашает всех желающих на день открытых дверей. Во время встречи можно задать свои вопросы представителям органов власти республики, а эксперты палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. Об этом сообщила президент торгово-промышленной палаты региона Диана Хубеева. В рамках мероприятия участники узнают, что такое торгово-промышленная палата, чем она занимается, какую помощь и поддержку оказывают республиканским предпринимателям, почему престижно быть ее членом и какие перспективы появятся, если вступить в ее ряды. Также во время встречи участники смогут задать свои вопросы представителям органов власти Карачаево-Черкесской республики, деловых организаций, а также эксперты торгово-промышленной палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. В рамках мероприятий запланирован нетворкинг, во время которого участники смогут завести полезные знакомства, рассказать о деятельности своей компании, обменяться контактами и, возможно, найти новых партнеров по бизнесу. Торжественное вручение членских билетов новым членам торгово-промышленной палаты, розыгрыши сертификатов на бесплатное получение бизнес-услуг, кофе-брейк, вход свободный. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинации, рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и СМС-коды, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и СМС-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте, не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей и установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживать его в актуальном состоянии. Учитель карачаевского языка и литературы гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Узденова представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства лучший учитель родного языка и родной литературы, который проводится впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании урок, провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Обожаю свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи, обряды. И я бы хотела поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Я стараюсь с детьми, чтобы у нас были дружеские отношения, чтобы они с огромным удовольствием приходили ко мне на родной язык. Как говорится, ребенок выбирает не предмет, а учителя. На центральной площади Карачаевска имени героя России Канамата Буташева 23 июля состоится летняя сельскохозяйственная ярмарка «Щедрость земли родной», приуроченная к столетию региона. На нее приглашены сельхозтоваропроизводители Карачаево-Черкесии, а также Краснодарского края и Дагестана. Традиционно цены на товары будут ниже рыночных. Свои товары на ней представят предприятия-производители мясомолочной отрасли, фермерские хозяйства, предприятия общественного питания, мастера народных промыслов. Гостей ярмарки также ждет яркая концертная программа. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 22, плюс 27, в горах местами до плюс 19. В Черкесске переменная облачность, кратковременно дождь, гроза, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 26 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!